Я в жизни не общаюсь так ни с кем. У меня там выпендрёжные треки, я вот весь, всё своё, так вот это вот, что во мне есть, выпендрёжное, всё музыку. Я в жизни не в её п***е ни с кем так не общаюсь. Да, сегодня, как вы уже догадались, будет обзор на новый альбом Яникса, и лично я его новый релиз ждал долго, более двух лет, и ожидания у меня были высокие, так как, во-первых, шоу Улис Гетто 2.5 был очень сильным и интересным альбомом, как и предыдущий, а во-вторых, я являюсь фанатом данного исполнителя ещё с 13-го года. Поэтому я надеялся, что он вновь удивит, как это было и со всеми частями шоу Улис Гетто, где и музыка росла в качестве с каждой частью, и посыл был интереснее, несмотря на то, что это трэп, а также всё его творчество для меня не имеет времени. Я могу даже сейчас включить амбиции или папин, которые были записаны ещё 7 лет назад, и неплохо так прокачаться, потому что он опередил русский рэп на много лет вперёд, и, грубо говоря, является отцом новой школы в странах СНГ. Но, несмотря на всё это, новая пластинка меня немного расстроила. Почему? Давайте по порядку. Я такой человек, короче, чтобы мне успевать, мне нужно ставить себе эти дедлайны. И я поставил себе концерт 31 мая в «Известия холл», и назывался этот концерт «Презентация нового альбома». И я понимал то, что я обязательно, значит, ну минимум за 2 недели до этого концерта должен его выпустить. Если бы я этого не сделал, я бы так и тянул кота за яйца ещё чёрт знает сколько. И так 2 года прошло. Начнём с того, что новый альбом записывался 2 года, и изначально был анонсирован как третья часть шоу «Улиц Гетто». Время играть! Шоу «Улиц! Третья часть! Камбэк! Мать его факт!» И я когда услышал эту новость, был безумно рад, потому что прошлый микстейп под названием «Пока трэп не разлучит нас» мне не особо понравился, так как все эти песни про то, какой Янис крутой и классный уже немного поднадоели. Хотелось чего-то более интересного и необычного, как это было на шоу «Улиц Гетто 2.5», где поднималась тема фейковой дружбы на треке «Без фильтров», где Янис рассуждал о скоротечности времени на совместном треке со Слимом, раздавал мотивацию на таких песнях, как «Счастье» и «ПНВ», а также там он показал свой нереальный флоу и большое обилие панчей на треке «Флоу», «Когда гаснет свет» и так далее. И для меня до сих пор его лучшей пластинкой является как раз-таки шоу «Улиц Гетто 2.5», так как полностью весь альбом звучит достойно, разнообразно, и что самое приятное, все песни залетели тогда в плейлист. И до сих пор они звучат актуально и не надоедают, чего я не могу сказать про СС-20. Как я уже говорил ранее, Янис передумал называть новую пластинку третьей части шоу «Улиц Гетто» и дал ей новое название «Spring Summer 20», то есть коллекция весна-лето 2020 года. В принципе, это же название описывает обложка, и на самом деле идея прикольная. Тем более Янис шарит за модный шмот, и я уверен, что многих он через свои песни как раз-таки и научил правильно выговаривать некоторые бренды. Но еще данное название СС-20 имеет второй смысл, про который я не рассказал в своем недавнем интернете. А еще, кстати, по поводу названия альбома, помимо того, что это вся модная тематика, это же, в принципе, время, которое войдет в историю СС-20. Вот это вот весна-лето 2020 года. Она у всех будет ассоциироваться в первую очередь как вот это вот маски, санитайзеры и все это дерьмо, а не как мода. Поэтому это такое двусмысленное название, что мне нравится. И как раз-таки вот в это время я этот альбом доделал. И да, я согласен с тем, что это время точно войдет в историю, и возможно, у многих оно будет ассоциироваться как раз-таки с этим альбомом. И, ребят, если вы хотите так же, как и Яник, записать несколько хитов в это время, но у вас нет аппаратуры и на студию лень ехать, то тогда быстро заходите на e-каталог и собирайте свою студию звукозаписи. Ранее я показывал вам, как выбрать бюджетный классный микрофон, поэтому давайте сегодня рассмотрим аудио интерфейс. Нам нужен бюджетный, поэтому до 15 тысяч USB с фантомным питанием для того, чтобы подключить наш микрофон. Смотрим. Давайте рассмотрим пару вот вообще бюджетных вариантов и проверенную классику. Сравниваем. Конечно, я бы советовал Focusrite. Это проверенная классика и реально топ за свои деньги. Но если у вас маленький капитал, то тогда советую рассмотреть уфорию. Тем более для начинающих ее хватит с головой. Здесь есть выход для микрофона, для гитар, можно подключить мониторы, да и все индикаторы тоже есть. А самое главное это цена. Тем более на e-каталоге вы найдете самую низкую. Поэтому гоу по ссылке в описании и выбирайте всегда лучшую технику с умом. Яник всегда на своих альбомах подходил к фитам серьезно. И на всех своих предыдущих релизах его куплеты как бы лидировали. То есть было слышно, что гостевые исполнители старались подстроиться под вайб Яникса. Но на SS20 все совсем наоборот. Такое впечатление сложилось, будто бы обладает. И Гуанфлат не дописали свои куплеты, а наоборот Яникс дописался на их демки. Потому что на фоне их куплетов он действительно звучит намного слабее. Это лично мое такое мнение, но фиты с Гуанфлатом и Облой вытащили как раз таки их куплеты. Белое авто дрифт, я начал с Hot Wheels. Свеж будто Gold Link, так ты не смог бы. Такую стрянь, тут и пьянь, видимо перешел за грань, не пи со мной. Но не стрянь, сныл и гремо прям в гордань, его переводаю, дерьмо встать. На мои уши навешаны брюлики, хотя мы, мать его, начали с улицы. Нахуй лентяев, удачи не любят их, пашем как будто пиздатые футбики. Новый сезон я порхаю, как Тесла, сладкий туман, Ландон. И кстати, как раз таки эти два трека входят в мой топ лучших песен из данной пластинки. За счет как раз таки Обла и Флады. Гуанфлат порадовал своей техникой, он очень круто здесь влетел на бит, показал на что он способен и конечно же уничтожил полностью этот инструментал. А обладает понравился тем, что он зачитал как старые добрые. Особенно его разгоны, это вообще нечто. Я люблю именно такого Назара. Я понимаю, что он хочет делать новое, экспериментирует с автотюном и со всеми вот этими модными фишками а-ля плейбой карти. Но блин, старый техничный Обла это просто кайф. И на этом треке я в этом очередной раз убедился. Поэтому за фиты огромный плюс. Они порадовали и вытащили эти песни. За что мы любим Яникса? Конечно, за его флоу и очень годные панчи. Поэтому я не мог упустить этот критерий при оценивании данного релиза. И здесь так же, как и в прошлых альбомах, есть обилие очень крутых строчек. Например, незачем душиться, от меня несет свэгом. Видишь, я белый, значит дело не в генах. То есть рэп дано читать не только афроамериканцам, но еще и белым. Что как раз таки Яникс и доказал. Или вот. Мое запястье ужасно горит, да я повесил Медузу на кисть. У Яникса есть часы Версачи, а их логотип это как раз таки Медуза. И как мы знаем, когда Медуза жалит, от нее остается некий ожог, от которого потом кожа горит. Также не обошлось без отсылок на творчество других известных русских рэперов. Например, строчка на ногах Найк это Испа, Узи моя пушка, клик-клик-клак, шатаут Лил Кристалл. Найк Испа это модель кроссовок, а вот Узи моя пушка делает клик-клак, это строчка из песни Тик-так Лил Кристалла. То есть Яни этой отсылкой кидает респект Кристи. Ну и конечно хочется выделить самые любимые панчи. Я больной точно, ведь у меня камни в мочках. Это вообще прям шедевр, я дико рнул с этого панча, думаю объяснять его не нужно. Камни в мочках это драгоценности в ушах, ну а камни в почках это уже болезнь. И здесь очень круто я не обыграл эти слова. Ну и последний, самый крутой панч уже отобладает из песни Классик. Слышь, я не парился, жду появления фрешмана в памперсах, музло фастфуд словно наггетсы, треки в топ-чарты прямо из задницы. Я думаю эти строчки прекрасно описывают все, что сейчас происходит в индустрии. Особенно про фрешмана в памперсах, потому что с каждым днем появляется все больше и больше школьников фрешманов. И скоро реально те дети, которые ходят в памперсах будут читать рэп. И это лишь малая часть того, что есть на альбоме. Там на самом деле можно почти с каждой строчки угарнуть и разобрать ее. Очень много отсылок на баскетбол, прям очень много обилия крутых и смешных панчей в стиле Яникса, но и также очень много предсказуемых. Все-таки есть какой-то самоповтор, особенно про бриллианты, айс и все в этом духе. Но, несмотря на это, я доволен. Поэтому за отсылки и панчи опять-таки плюс. Я не действительно порадовал этим. Если сравнивать с С-20 и шоу Улиц Гета 2.5, здесь, конечно, новый альбом проигрывает по смыслу. Так как в Улицах Гета были песни, которые реально заставляли задуматься и несли в себе какой-то серьезный посыл. А вот в С-20, наоборот, больше трэпа и какого-то самолюбования. Потому что почти во всех песнях Яни читает о том, какой он классный, сколько у него денег, какие у него машины, про свое место в индустрии и так далее. Но при этом есть несколько треков с интересной идеей. Например, фит с Гонфладом «Hard to Buff». Это отсылка к маркерам, которыми обычно рисуют граффити. И название «Hard to Buff» дословно переводится как «Тяжело стереть», что как раз-таки Яни и обыграл в своем треке. Также понравилась идея на песне «Покажи как», в которой Яни читает о том, как проводит свое время в стрип-клубе, где стриптизерша не хочет выполнять свою работу как надо. Вот кто еще из русских рэперов читал об этом? Дали ей время, чтобы оправдать ценник. Напрягись, бэйби, если твоя цель – деньги. Так много лени, будто перед ней демби. Покажи, как ты берешь шест. Покажи, как ты берешь шест. Мы хотим знать, кто из вас здесь. Ну и в принципе все. Остальные же треки – это просто банальный трэп, кроме «Да или нет», где Яни показал еще то, что он умеет делать хорошо лирику. В отличие от прошлых релизов, в этот раз я далеко не все песни добавил в плейлист. И причина банальная. Слишком все однообразно, как по мне. Почти весь альбом слушается, как одна большая песня, и разбавляет все это только гостевые куплеты. Поэтому мой топ состоит только из тех песен, которые реально чем-то запомнились и выделились на фоне других. На первых местах это Фит с Обла и Гонфладом, которые я уже вам показывал. Затем идет трек «Покажи, как». Далее песня «Босс», тоже советую послушать. Она такой получилась прям реально вайбовая и припев там хорошо звучит. И на последних местах топи те песни, которые выходили до альбома. Это 2XL и Special, но я их не буду добавлять, потому что они не новые. Поэтому топ получился таким вот коротким. По итогу могу сказать, что альбом и не расстроил, и не удивил. Я люблю Вианикс и Панчи, они здесь были. Мне нравится его фирменный флоу, и он здесь был. Но по смыслу и тексту меня он расстроил. Раньше его песни как-то мотивировали, некоторые даже заставляли задуматься. А сейчас это просто самолюбование и флекс. В чем, конечно, я его не осуждаю. Это его лайфстайл, он хочет об этом говорить, и это круто. Тем более в жанре трэп-музыки. Но в плане развития я ничего нового не услышал. Да и не все песни понравились прям настолько, чтобы гонять их долгое время в своем плейлисте. Поэтому моя оценка данному релизу 7 баллов из 10. Это просто хороший альбом, но вряд ли он мне запомнится так же, как шоу «Улиц Гето» или «Блок Стар». На этом у меня все. Пишите в комментариях, как вам данный релиз, какие песни вам понравились, с чем вы согласны или наоборот не согласны, а также не забудьте оформить подписку на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода. Я в тренде, а не в тренде, мы в тренде, что там, что там. Я в тренде, а не в тренде, с нами тусит мода, мода.